Аким Алматы Ахмеджан Есимов Накануне Байдельдаевы позвонили и потребовали явиться в административный суд к 10 утра. В назначенный час блогер с адвокатом Гульнарой Жоуспаевой были на месте. Однако судья Муса Кожаева неожиданно сообщила, что заседание вновь не состоится. Вчера она вызвала меня, а сегодня говорит, что откладывается в понедельник в 11 часов. Причину она не назвала уважительной причиной. Я не понимаю, они думают, что нам нечего делать. Вероятно, судья попросту испугалась пристального внимания к процессу Байдельдаевой со стороны иностранных журналистов и представителей консульства США. Меня просто шокирует, что это вообще вроде бы несложно дело. Несложно. И шокирует то, что вот Дина идет, и наблюдатели идут, и свидетели идут, и журналисты идут, и каждый раз ждут, 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 ждут. Или ждем, ждем, ждем. И потом, как бы, так что непонятно. С юридической точки зрения подобное поведение судьи выглядит, мягко говоря, нелепо и даже оскорбительно. В прошлый раз адвокат блогера высказала лишь устную жалобу на затягивание процесса. Сегодня она намерена подать письменную претензию на судью за отказ провести процесс. При ознакомлении с материалами сказала, что имеется уже прецедент в Акмулинском суде. И я думаю, что сейчас они будут как раз советоваться с руководством и истребовать, узнавать ситуацию. На понедельник, 17 февраля, назначено очередное и при этом первое судебное заседание над Диной Байдельдаевой. Ожидается, что коллегу поддержат осужденные блогеры Дмитрий Щелоков, Ренат Кибраев и Нуралея Теленов, которые выйдут на свободу в ближайшую субботу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok